Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа по изучению субботней школы со Славянской Церковью Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Мы всегда рады встрече с вами. И сегодня наша встреча особенная, потому что эта встреча посвящена изучению последнего урока субботней школы в последнем квартале уходящего 2023 года. Большая благодарность вам, что были с нами на протяжении этого времени и что поддерживали нас своими оценками и комментариями, что делились своими размышлениями. Квартал заканчивается, но наш канал продолжает свое существование. И очень скоро вашему вниманию будет представлена новая серия тем для изучения Писания. А сегодняшняя финальная тема носит название «Завершение миссии». Первые уроки темы о Божьей миссии рассказывали нам о том, как зародилась миссия и кто стоял у ее истоков. А последний урок подведет нас к логическому завершению того, что было начато еще задолго до существования Земли. И, как обычно, к этой теме предлагается памятный текст. Прочитайте, пожалуйста. «Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Прекрасный текст, дающий нам всем надежду. Но говоря о миссии, о которой мы рассматривали на протяжении всего этого квартала, скажите, пожалуйста, все-таки повторим еще раз, кто же стоит за миссией для последнего времени? Это написано в Откровении 1 главе, первый текст и первая часть этого текста. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Так кто же стоит у истоков миссии? Бог и Иисус и Дух Святой. Вся троица вместе, они стоят за триединой Бога. Которые трудятся для спасения душ. А в чем заключается Божья миссия для искупленных? Давайте прочитаем второе, вернее, первое послание Петра, вторая глава, девятый текст. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный слой свет». Давайте порассуждаем над этим текстом. О Божьей миссии для искупленных. Что мы видим из этих слов? Во-первых, Господь хочет, чтобы мы были избранный народ. Хочет нас поставить, сделать нас царями или близкими возле царя. То есть дать нам определенное положение, потому что Он уже все сделал для того, чтобы мы там были. Просто нам это нужно принять. И мы имеем особую миссию, которую Бог поставил на нас. И мы должны исполнять это в этом мире. Но еще очень важно понимать, что этот статус налагает еще большую ответственность на нас. То есть мы ответственны за то, что мы имеем, за то слово, которое мы получили, за тот размер истины, который мы получили. И мы ответственны за то, насколько мы правильно и мудро будем распоряжаться талантами, которыми нас наделил Господь. То есть не только царственное священство, народ святой, взятый в удел, как пишется в Слове Божьем, но мы еще несем ответственность, как мы будем нести людям эту весть. Да, потому что мы неоднократно говорили, что израильский народ себя именно считал таким избранным народом, но не всегда им хотелось делиться вот этой своей благодатью и благословением. Это очень важно, и не даром на этом делается акцент. Да, в самом деле Библия неоднократно призывает нас делиться чудной вестью о спасении. И само название нашего движения, адвентисты седьмого дня, несет в себе главную весть о втором пришествии Христа. Его происхождение от латинского слова «адвентус», то есть «пришествие». Но истина о втором пришествии — это не просто хорошая новость на будущее. Люди должны увидеть, что значит жить с надеждой на второе пришествие и новую землю. Наша вера должна не просто ограничиваться проповедью Евангелия, но вести к преобразованию жизни верующих. Да, мы сегодня ограничены из-за воздействия греха и смерти, но эти ограничения не исключают возможности демонстрировать фрагменты новой жизни уже сегодня. Для тех, кто действительно испытал на себе любовь Бога и верит в обетование Писания, вечная жизнь начинается уже сейчас. Скажите, пожалуйста, через призму, чего мы должны рассматривать книгу Откровения, да, собственно, и всё Писание? Это очень хорошо сказано в Откровении 12 главе, 12 текст. «Итак веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошёл дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени». Интересно, что в одном же тексте «веселитесь небеса», потому что горе. Горе на земле. Вот интересно, чему же веселиться? Ну, здесь вот именно показан этот контраст. На небе, ну, с одной стороны, веселье, потому что там святость, там... Потому что уже нет доступа. Всё чистое. Потому что нет доступа сатаны уже на небо. Зло ушло. Именно поэтому. Да. А здесь на земле он в ярости большой, потому что он знает, что ему время, у него время лимитировано. Но это как предупреждение получается. Как бы я, допустим, не вижу тут такой вот сильно большой разницы, что вроде бы как одни веселятся, а другие горюют. Просто веселитесь небеса, потому что действительно прошёл этот момент, когда он искушал всю вселенную, сатана. А людям конкретное предупреждение. Потому что люди были предупреждены от начала, изначально. И ещё раз говорится о том, что будьте бдительны. То есть Господь просто так не кидает нас в какую-то мутную воду. Я согласна, да, что веселья нету на небе, потому что ещё много страдания на земле. И мы знаем, что небожители наблюдают и очень переживают и сочувствуют, чтобы каждый грешник пришёл к покаянию. И потому здесь просто написано, что зла там нету. Торжество, что вся вселенная уже освобождена. Осталось только как бы людям доказать своё преимущество, доказать свою верность Богу. И мы знаем, что когда Иисус умер на Голгофе, все небожители тогда до конца поняли, насколько благ Господь и насколько Он милостив. И в этих стихах есть надежда для нас, что немного времени у Него, Он сверепствует. Но времени немного. Нам нужно потерпеть. Да, это прекрасный текст. И действительно, оно на первый взгляд выглядит. Там радость, там горе. Но в самом деле радость в том плане, что тот факт, что сейчас будет происходить на земле, это как сцена, где разыгрывается вот эта вот великая борьба. И вся Вселенная сможет увидеть, что же это из себя представляет злой грех. Они до этого не знали. И этот грех будет побеждён именно здесь, на земле. Он уже побеждён. Да. Слава Богу. Ну, в тот момент. Он уничтожен. Да, можно сказать. Да. И какая же славная миссия адвентистов седьмого дня? Давайте мы прямо зачитаем этот наш манифест, можно сказать, в Откровении, в 14 главе он написан. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертания на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертания имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа». Что это мы сейчас зачитали? Трехангельскую весть, самую сердцевину истины адвентистов. Почему это так важно? Здесь преподносится вечное Евангелие, то есть оно не имеет ни начала, ни конца. Ну, можно сказать, оно как бы имеет конец и начало, но оно имеет вечное влияние, я бы так сказала. И суть, вот центр всего – это Иисус Христос, который пришел и отдал себя ради спасения всех грешных людей. Потому что мир должен узнать, что его ожидает. Безусловно. И люди должны сделать выбор – жизнь или смерть, Бог или дьявол. Мы как те глашатые, вот когда идет какой-то указ от царя, предупреждение, или будет война, или какое-то будет нападение, или что, а мы, у нас такая важная весть, что суд наступил, что придет конец всему, и нужно всем приготовиться, нужно каждому выбрать, я выбираю эту сторону или ту. Потому что в Библии написано, кто не со мной, тот против меня. Как адвентисты седьмого дня мы придаем второму пришествию Христа особое значение. Но, как мы уже говорили ранее, важно уже сейчас жить жизнью неба. Когда надежда на второе пришествие и реальность новой Земли станут частью нашего образа жизни, мы будем рассматривать нашу повседневную жизнь как луч надежды в мире беспросветной тьмы. Эта перспектива поможет верующему испытать и разделить с другими Божий мир и радость, которые будут проявляться в доброте, терпении и мягкосердечности. Живя такой жизнью любви уже сейчас, мы проявляем верность Богу и свидетельствуем, что Его путь — это путь жизни с избытком, который является преддверием жизни на новой Земле. Давайте еще раз все-таки суммируем, в чем же заключается главная миссия Бога. По этому поводу много текстов есть в Священном Писании. Ну вот в 1 Иоанна 4,8 сказано «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Второе послание Петра, 3 глава, 9 текст «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 1 Тимофея 2,4 «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». А также из Бытия мы читаем 12 глава и 3 текст «Я благословлю благословляющих Тебя, взлословящих Тебя, прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Прекрасно. Так вот суммируем все-таки, в чем заключается главная миссия Бога? Во-первых, Бог есть любовь, Он желает всем спасения. Спасти всех, не желая никого погубить. Как Вы на прошлых уроках говорили, что Бог не отделяет какие-то этнические группы, или Он не говорит, что этот человек хороший, он достоин, этот человек плохой. Он предопределил ко спасению весь род человеческий. И мне еще понравилось, как Светлана читала, что Он не медлит, и Он верный своим обетованием. То есть это тоже большая надежда для нас. Мы можем иногда сомневаться, или когда у нас что-то не получается, мы хотим, чтобы в это время то или иное случилось, или не случилось. Но Господь не медлит, Он верный. Если мы будем держаться за Его обетование, то будет проявляться много чудес. Это очень важный такой вот момент, ты подчеркнула, потому что иногда мы действительно, допустим, я в своей жизни думаю, ну вот это как раз-таки то время, когда нужно было бы, чтобы обстоятельства сложились вот так, а они сложились совершенно по-другому. И мы думаем, ну где Господь? Вот где Господь? Тем более, что как бы это все касается Его дела. А у Бога свой план, и Он действительно не медлит. Если мы об этом будем помнить, то мы всегда будем понимать, что Бог все делает в свое время, и все будет в свое время, и в служении, и в жизни нашей. верным все содействует как главный. Аминь. Да. И все-таки опять возвращаясь к трехангельской вести, давайте тезисно вот буквально скажем, в чем ее суть. Ну если коротко сказать, то две центральные темы трехангельской вести, это вечное Евангелие и поклонение Творцу. Если чуть-чуть конкретнее, то весть первого ангела говорит о том, что час суда уже наступил, и прозывает людей обратиться к истинному поклонению Бога как Творца. А это значит, что Бог как Творец учредил памятник Творения Субботу. И это будет главным знаком того, что люди принимают эту весть. Второй ангел говорит, что пал Вавилон и относится к тем церквям, которые отвергли учение Библии и основываются на других источниках. И когда говорит ангел, что люди должны выйти из Вавилона, они должны понять, что это другая истина, это не истина. Но чтобы они это поняли, мы должны им об этом рассказать и их научить. И третий ангел говорит, не поклоняться зверю и образу его, и не принимать начертание на руку и на чело. Начертание зверя это соблюдение опять-таки ложного дня поклонения. Люди должны знать, какой день правильный и поклоняться, сделать выбор в сторону Бога или дьявол. Но еще я хотела бы такой момент уточнить, что это еще такая весть, особенно весть третьего ангела. Мы зачастую ее упускаем. Я имею в виду, мы не адвентисты, а весь христианский мир фактически не видят эти стихи и не проповедуют об этих стихах, потому что в основном сейчас речь идет о том, что любовь везде, благодать, любовь, благодать. Что Господь, Он всегда будет милостивый, и Он все всегда простит. Главное, что мы признали Христа, это действительно главное, но нам ничего не нужно делать от себя, со своим характером, со своей жизнью. То тут как раз-таки весь треть Евангела говорит, что в конце до концов, к сожалению, а может быть и к счастью, все-таки будет какой-то предел беззаконию, и что все-таки нам необходимо понять, на какой стороне мы стоим, и нам необходимо получить печать Бога и отказаться от печати дьявола. То есть этот выбор за нами, за каждым из людей. То есть не будет Бог долготерпелив к каждому беззаконию бесконечно. Все-таки будет конец этим беззакониям. Я согласна с тобой, Светлана, что нужно чаще говорить об этой трихангельской вести, но хочу сказать, что в американских церквях очень часто об этом говорят. И вот недавно в американской церкви у Дага Бачлера был курс 14 лекций именно по пророчествах последнего времени. Очень интересно. Если кому-то интересно, можно посмотреть. Я говорю в общем о христианстве, не об адвентизме, потому что мы-то как раз слава Богу несем эту весть, а именно о том, что весь мир христианский сейчас уверен в том, что благодать, благодать. Но, к сожалению, вот это мы, конечно, уже касаемся чуть-чуть другой темы, но, к сожалению, мне кажется, это тактика сатаны. Вот он сказал Еве, вкуси, типа последствий никаких не будет, понимаешь, будет все хорошо. И вот мир, даже христианский мир сейчас находится в таком состоянии. Ты можешь грешить, не будет никаких последствий, Господь, любовь, он не допустит такого, но мы видим, что все-таки будет две группы людей, которым Господь скажет, я отойдите, я вас не знала. То есть, как сатана извратил и любовь тоже божью, то есть, он все равно, насколько он ведет параллельную войну, то есть, Господь его методы и сатана его методы, причем параллельные, но совершенно изгощенные. Постоянные подделки. да, благодарю. Трехангельская весть раскрывает Иисуса как создателя, защитника на суде и искупителя, который придет во второй раз для того, чтобы спасти своих детей. Евангелие, которое мы проповедуем, это Божья весть ко спасению каждого верующего, но оно также является предостережением грешника об участи, которое ожидает нераскаившуюся душу. Адам, где ты? Вопрос, пропитанный глубочайшей любовью, прозвучавший тогда еще в Эдеме, продолжает звучать в Трехангельской вести. В процессе великой борьбы образовались и будут укореняться две противоположные группы людей. Первая это те, кто поклоняются зверю и образу его, и другая группа это те, кто соблюдает заповеди Божии и веру в Иисуса. И если согласно трудов Духа Пророчества первая и вторая весть были проповеданы первыми адвентистами, то третья весть, будучи добавлена к первым двум, будет провозглашена непосредственно перед возвращением Иисуса. Эти три вести будут последним обращением Бога к этому миру. Во все времена Бог ставил перед Своими учениками определенную задачу. Она могла быть выполнена различными способами, но ее конечная цель всегда была и остается неизменной. Это привести людей к спасительным отношениям с Богом, которые будут длиться всю вечность. Мы все время последнее время говорим о миссии. А в чем же все-таки заключается успех этой миссии? Мы наверное ожидаем больших евангельских программ, крещений, множества народа и тому подобное. Видимые плоды, да? Видимые, да. Это нас тешит и мы как бы хотели этого всего видеть, но к сожалению мы не всегда видим эти плоды. А в чем же успех тогда? Ну еще мы хотим видеть эти плоды сразу. Мы рассказали человеку и сразу он уже все принял и уже изменился и он уже стал таким каким Бог его хочет видеть. Нам легко изменяться если нам кто-то скажет или о здоровом образе жизни или тебе нужно больше заниматься упражнениями или в диете что-то поменять это же не так все легко а людям свой образ жизни поменять или свое верование это тоже не все так просто потому надо как бы входить в их состояние быть более сочувственными но еще терпеливыми потому что мы проповедуем а Господь уже делает так что сердце духом святым смягчается и эти истины заходят в сердце человеческое потому что у нас от нас могут выходить только слова или наш образ жизни они могут это по той причине что мы живем короткую жизнь и нам хочется прожить ее быстро увидеть плоды мы на детей зачастую давим вот сказали хочется чтобы он тут же изменился а в самом деле вообще-то в библейском плане это все происходит несколько по-другому давайте зачитаем один текст апостол Павел написал я насадил а полос поливал но возрастил бог какие чудесные слова кстати помните тему о том как апостол Павел проповедует в афинах у него был успех там в афинах вот так вот сказать видимо успех был чуть-чуть практически написано некоторые три человека там некоторые а вот между прочим а полос он и является одним из греческих последователей апостола Павла то есть видите все-таки результат был он немножечко позже то есть вот этот процесс в который мы вовлечены вот это вот и есть успешность миссии вот это работа в команде знаете как даже где я работаю мы всегда называем команда успех только есть тогда когда все работают на одну цель одну цель одинаковые время вложения энергии всего тому подобного так и Господь Бог Иисус и Дух Святой они все направлены на то чтобы спасти людей и донести вот эту весть до людей благодарим да мы постоянно подчеркиваем тот факт что люди являются вот именно сработниками Бога сотрудниками вот этой миссии а давайте все таки определим какова же характеристика вот этих сотрудников Иисуса Христа очень много хороших текстов есть по этому поводу вот Исаи из Старого Завета 30 глава 21 текст говорит и уши твои будут слышать слово говорящие позади тебя вот путь идите по нему если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево евреям послание к евреям 3 глава 12 текст смотрите братья чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного дабы вам не отступить от Бога живого и 1 Иоанна 1 глава 9 стих если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды кровение 19 8 и дано было ей облечься весом чистый и светлый весом же есть праведность святых то есть это люди которые следуют за Христом они знают голос своего пастыря у них чистое сердце у них нету лукавства они очищены как мы прочитали что Господь очистит их от всякой от всякого греха ну и любовь и они уверены их не качают с одной стороны в другую они уверены в той вести которую они приняли а почему они уверены потому что они знают голос своего пастыря да а голос пастыря откуда пастыря откуда мы можем знать вот в откровении 1 глава 3 текст очень красиво и хорошо так знаете это такая весть наверное всего нашего урока откровение 1 глава 3 текст блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем ибо время близко то есть блажен читающий слушающие и соблюдающий то есть нет какой-то отдельной аудитории то есть все вместе приводит нас к тому что мы будем удостоены царства вечного царства божьего и в конце то концов господь опять-таки напоминает время близко когда придет время и мир будет разделен на два лагеря те кто с богом и те кто против бога именно эти последователи христа у которых будут вот эти все характеристики которые мы перечислили они будут возвещать дальше трехангельскую весть я захотела зачитать цитату из великой борьбы те кто останется верен своему спасителю продолжат возвещать трехангельскую весть предоставив ему позаботиться о результатах они с просветленными лицами будут торопиться принести небесную весть во все уголки земли эта весть будет распространяться не только с человеческой мудростью сколько глубоким убеждением духа божьего истина ясно открыта и истинные дети божьи разрывают узы связывающие их несмотря на сплоченные силы противников истины большое число обращенных перейдет на сторону господа слава богу да божья миссия сосредоточена на отношениях и наш господь всегда хотел пребывать среди своего народа и общаться непосредственно лицом к лицу такое единение главная цель божьей миссии сегодня ежедневно общаясь с Иисусом мы уже предвкушаем жизнь на новой земле жизнь лицом к лицу с нашим любящим спасителем второе пришествие Иисуса будет великим и славным но какого прославления ожидает Христос в Иоанна в 17 главе тексте 22 сказано и славу которую ты дал мне я дал им конечно Иисус предвкушал свое возвращение во славе но великая надежда и радость Христа это прославиться в своих последователях здесь на земле прочитайте пожалуйста несколько текстов из откровения и мы порассуждаем над ними откровение 21 глава и увидел я новое небо и новую землю ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет и я Иоанн увидел святой город Иерусалим новый исходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос небоговорящий сискиния Бога с человеками и он будет обитать с ними они будут его народом и сам Бог с ними будет Богом их и отрет Бог всякую слезу за чеих и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло в той же главе с 22 стиха храма же я не видел в нем ибо Господь Бог Вседержитель храм его и Агнец и город не имеет нужды ни в солнце ни в луне для освещения своего ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец спасенные народы будут ходить во свете его и цари земные принесут в него славу и честь свою ворота его не будут запираться днем а ночи там не будет и принесут в него славу и честь народов и не войдет в него ничто нечистое и никто преданной мерзости и лжи а только те которые написаны у Агнца в книге жизни и 22 глава с 1 по 5 текст и продолжение и показал нечистую реку воды жизни светлую как кристалл исходящую от престола Бога и Агнца среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни двенадцать раз приносящие плоды дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов и ничего уже не будет проклятого но престол Бога и Агнца будет в нем и рабы его будут служить ему и узрят лице его и имя его будет на челах их и ночи не будет там и не будут иметь нужды ни в светильнике ни в свете солнечном ибо Господь Бог освящает их и будут царствовать во веки веков какие прекрасные тексты о чем это возможно ли это вообще хотелось бы чтобы уже быстрее как хочется уже там быть о чем эти тексты о новой земле о новом небе о счастье когда оно будет когда придет Христос не медлит но долго терпит да и очень хочется чтобы наши родные близкие друзья тоже жили этой радостью которой живем мы потому что у нас есть будущее будущее у нас есть будущность мы понимаем что нам будет в конце до концов очень хорошо со Христом является ли это финалом Божьей миссии Божья любовь будет вечная она будет продолжаться во все тысячелетия сколько всю вечность то есть это уже новый этап да на земле наверное да еще воскреснут умершие а мы преобразимся у нас будет другое тело мы не будем болеть мы будем молодые все красивые и мы будем вместе с Христом на небесах это слава Богу мне очень понравилось здесь когда Иоанн говорит что все скиния Бога с человеками и Он будет обитать с ними это желание Бога было всегда обитать с человеком но грех разделил нас и вот это воссоединение произойдет и мы знаем как Иисус встретится с Адамом какая-то будет встреча и ну да слезы прямо подходят потому что да действительно это были прекрасные сцены да благодарю и центр вселенной будет на нашей земле тут где Иисус умер тут будет центр вселенной итак Божья миссия по спасению людей закончится на новой земле план искупления завершен второе пришествие является его финальной фазой но далее начинается новый этап и что же это за этап как мы как мы уже говорили Божья миссия сосредоточена на отношениях а наши отношения с Господом будут продолжаться вечно люди всегда будут учениками новая земля это не конец это новое начало основанное на том что было раньше до грехопадения это жизнь изобилия это жизнь радости когда Иоанн увидел это видение неудивительно что он с восторгом молится о том чтобы Иисус пришел скорее ей гряди Господи Иисусе говорит Иоанн то же желание должно вдохновлять нас и сегодня приближаем или отдаляем мы этот момент это вопрос сегодня каждому из нас как обычно на каждую тему нам предлагаются практические задания позвольте я их зачитаю как вы приближаете возвращение Христа сеете ли вы семена надежды в сердцах тех кому нужно услышать благую весть поддерживаете ли новообращенных помогая им понять что значит жить жизнью верного послушания Христу молитесь о возможности рассказать о новой земле людям из вашего ежедневного молитвенного списка и задание со звездочкой некоторые из ваших учеников могут быть готовы принять Христа это включает в себя присоединение к церкви или группе верующих поставьте себя на место этих людей и представьте что вы впервые пришли в свою церковь насколько ваша община готова принимать и обучать новых людей открыты ли вы для создания новых для устранения слабых мест поделитесь своими мыслями с вашим церковным руководством и работайте с ним над реализацией плана чтобы более целенаправленно приобретать учеников для Христа еще один год уходит вечность каким он был этот год для каждого из нас и для всей планеты в общем чего в нем было больше радости или горя приобретений или потерь рождений или смерти у каждого есть свой ответ на этот вопрос но одно мы можем сказать вместе престол Господа еще стоит и милующая рука его еще не ослабела он сотворил миры и он сотворил нас а значит он не отнимет свои заботы от своего творения и это он доказал учредив свою миссию по спасению мира объятого грехом и злом он сделал все для нашего спасения заплатив самую высокую цену отдав своего единородного сына за искупление нашей вины он также сделал нас соучастниками божеского естества доверив стать частью его миссии большими шагами мы приближаемся к финалу истории мира где ты человек этот вопрос еще звучит он обращен абсолютно ко всем независимо от расы национальности сословия конфессии пола возраста и наша задача донести эту весть до каждого человека когда очень скоро в кругу родных и друзей вы сядете за новогодний стол вспомните о тех кто не имеет этой возможности и не только потому что нет средств или тех с кем можно разделить радость хотя таких будет очень много но и о тех кто еще не стал частью великой божьей семьи до кого весть о его возвращении еще не достигла и кто никогда не слышал о том доме который приготовлен для них мы сегодня с вами не прощаемся мы говорим до новых встреч потому что у субботней школы нет каникул со следующей субботы начнется новый квартал нового года с новой темой и новой командой и мы приглашаем вас продолжать быть нашими постоянными слушателями и участниками а сейчас в преддверии нового года мы всей нашей командой хотим поздравить всех вас наших дорогих слушателей чтобы не принес нам наступающий год я желаю чтобы мы находили радость в нашем искупителе господи иисусе христе чтобы не случилось что мы всегда держались за него и чтобы господь помог нам приблизиться в этом году к нему желаю чтобы в новом году мы еще ближе стали к богу и друг другу а также чтобы в небесной книге жизни остались записанными наши имена а тех кого еще там нет чтобы ваши имена там появились дорогие друзья желаю благословений до избытка всем вам и всем нам пусть над нами будет всегда мирное небо и пусть господь всегда будет самым главным в наших семьях пусть господь обильно благословит вас в новом году желаем желаем вам веры надежды любви добра и мира отец небесный спасибо тебе за то что мы можем называть тебя отец спасибо тебе за этот подарок которого мы недостойны спасибо тебе за жизнь и спасение и особенно за сына твоего который это спасение сделал возможно спасибо тебе за то что сделано своими учениками и позволил нам стать частью твоей великой миссии мы стоим на пороге нового года господи мы не знаем что он принесет нам но мы идем в это будущее вместе с тобой и знаем что в итоге оно будет прекрасно прими из уст наших честь хвалу и благодарение и да прославится имя твое во всех краях земли аминь аминь имя твое имя твое